Друзья, всем большой привет, на связи с вами Артем Витальевич. У нас остается не так много времени до ЕГЭ, и мы, естественно, задаемся вопросом, что нам сейчас лучше всего делать, чтобы получить максимум пользы за минимум времени, чтобы мы получили как можно больше баллов на ЕГЭ по физике. Именно об этом сегодня мы и будем говорить в этом ролике. Устраивайтесь поудобнее, не забудьте себе подготовить что-нибудь вкусненькое, ставим лайк заодно, подписываемся на канал и погнали! И начнем с первой полезности. Специально для тебя я подготовил офигенно классный файл с разными планами подготовки, как подготовиться эффективно к ЕГЭ по физике за оставшееся время. Поэтому забирай этот файл по ссылочке в описании и готовься с кайфом. Теперь давайте обсудим, какие у нас основные стратегии вообще развития могут быть за оставшееся время. Представим себе, что мы уже разбираемся во многих темах, то есть, допустим, мы изучили 2 или 3 темы, и вроде мы пишем пробники. Пробники у нас выходят на 50, 60, 70 баллов, ну а мы хотим, допустим, получить 70+, 80+, 90+. В чем у нас возникает проблема и как мы можем получить максимальный прирост баллов? Надо обратить внимание на две вещи, а точнее надо обратить внимание сначала именно на то, где ты теряешь баллы. Ну то есть, вот ты пишешь же пробники, да, посмотри, где у тебя теряются баллы? В первой части или во второй части? Если у тебя очень много происходит потери баллов в первой части, допустим, ты хочешь там писать на 80+, да, 90+, понятно, что у тебя в этом случае первая часть должна быть как бы идеальная. А если ты совершаешь там 2, 3, 4, тем более 5 ошибок, это очень много для первой части, и это означает, что тебе нужно просто решать варианты. Да, то есть, что делать, если ты много теряешь баллов в первой части? Самое простое, возьми сборники, возьми варианты, там, Демидова, 10, 30 вариантов, и решай, решай, и решай, первую часть отреживай, то есть набивай руку, это даст офигенный прирост за минимум времени, и я тебе гарантирую. Дальше, если ты теряешь много баллов во второй части, что нужно делать? Прорешай все задачи, ну или как можно больше задач из прошлых лет. На ЕГЭ по физике есть один очень важный, но полезный прикол. Составители очень часто любят давать задачи во вторую часть, которые они уже ранее давали на ЕГЭ, и поэтому офигенно классной стратегией является, соответственно, прорежка задач прошлых лет. То есть берем, прорежем задачи прошлых лет, которые вот всевозможные были по тематикам, и ты обалдеешь от того, насколько ты, ну, во-первых, соответственно, ты как бы улучшаешь свое понимание физики, потому что ты решаешь разные задачи, да, а во-вторых, ты, соответственно, максимально эффективно в этот момент готовишься к ЕГЭ. Да, несомненно, я всегда говорю о том, что, когда мы готовимся к ЕГЭ по физике, надо нарешивать не только задачи прошлых лет, да, и этот совет, он максимально актуален, если мы готовимся, допустим, за год до ЕГЭ, если мы готовимся за полтора года до ЕГЭ, но если у нас остается там три, два или один месяц, то самое эффективное, что можно сейчас представить, это именно прореживать задачи прошлых лет. Кстати, у меня такие файлы тоже готовы, если ты хочешь забрать все задачи прошлых лет, нажимай по ссылочке, опять же, в описании, и забирай тоже полезный файл с задачами прошлых лет. Например, мы с ребятами на трехмесячном курсе как раз будем делать следующую штуку, там будет отдельное домашнее задание по прорешиванию всех задач прошлых лет из второй части, каждой из задачи будет предоставлено также, естественно, решение, и видеоразбор, это максимально повысит эффективность вообще потраченного времени. А по первой части у нас будет очень много вариантов, соответственно, прорежки, поэтому если ты хочешь не запариваться о том, как, соответственно, сейчас подготовиться там к ЕГЭ по физике за три месяца, а просто эффективно действительно готовиться, чтобы тебе составили свой индивидуальный план подготовки, забирай курс по ссылке в описании и присоединяйся к курсу ботой вместе со мной. Хорошо, это мы разобрали сценарий, что вот мы, допустим, почти все темы изучили, и мы просто хотим получить максимальный прирост баллов за какое-то наименьшее время. Рассмотрим другую крайнюю ситуацию. Я, например, вообще не начинал готовиться к ЕГЭ по физике. Кстати, если ты из такой категории, если ты вообще еще не начинал готовиться к ЕГЭ по физике, напиши плюсик в комментарии и напиши, какой балл ты хочешь получить на ЕГЭ. Что делать в этом случае? Нужно, естественно, готовиться, в первую очередь, это к первой части, то есть с первого по двадцатый номер, ну а также попробовать разобраться в 22 и 23 номере. Первая часть, она идет на все разделы. Это и механика, это и МКТ-термодинамика, электродинамика, оптика и кванты. Смотрите, если мы говорим про максимально, допустим, быстрый способ изучения теории по всем разделам, у меня для тебя есть отличная новость. У меня выходили стримы по механике, по МКТ-термодинамике, выходил стрим по оптике, и еще я проведу также стримы со всей теорией по электродинамике, и также, соответственно, по квантам. Поэтому, если ты хочешь как раз подготовиться, допустим, только к первой части, и хочешь быстро использовать теорию, по ссылке в описании я оставлю тебе плейлист, забирай, смотри вебы, это максимально полезная штука. Значит, что мы должны сделать? Мы должны быстро изучить теорию, да, по всем пяти разделам, и готовиться к первой части, и параллельно решать задачи 22-е, это механика. Кстати, я планирую провести большой стрим по 22-м номеру, где прорешать все задачи прошлых лет. Если считаешь, что это хорошая идея, напиши что-нибудь хорошего в комментариях, и мы действительно такой стрим проведем. 23-й номер, это у нас МКТ-термодинамика или электродинамика. Будет ли в 23-м номере оптика, фиг его знает, но вроде как нам составители говорят, что оптики вообще не должно быть в этом году во второй части. Поэтому оптику и кванты мы ботаем только для первой части, а в 23-м номере нас ждет, видимо, либо МКТ-термодинамика, либо чистое электричество или магнетизм, то есть то, что связано именно с электродинамикой. Так вот, если мы готовимся, соответственно, именно с нуля, то мы ботаем, друзья, только как бы первую часть, ну и на 22-й, 23-й номер. Потому что, чтобы подготовиться там еще, ну прям с чистого нуля, да, с чистого нуля, на вторую часть целиком, но это довольно сложная штука, либо вы лукавите, и вы на самом деле готовитесь не с нуля, значит, у вас какие-то знания есть. Можно еще попробовать, например, заботать 21-й номер, да, разобраться с качественными задачами, тоже очень хорошая штука, с точки зрения как бы как раз изучения, в том числе параллельно, скажем так, теории. Хорошо. То есть, ну понятно, что делать, если мы готовимся с нуля. А вот что, если мы вроде как бы уже не с нуля, но недавно начали готовиться? Кстати, если ты из такой категории, то тоже пиши в комментарии, что я вот как бы начал недавно готовиться, но уже как бы готовлюсь, что мне делать? То есть, допустим, мы пишем пробники там на 30 баллов, хотим 70 плюс, как нам получить прирост? На самом деле, во-первых, все советы, которые я рассказал ранее, в самом начале ролика, они актуальны, несомненно, да? И здесь я бы рекомендовал сделать еще вот какую штуку. Обязательно, кстати, друзья, по поводу 21-х задач, у меня выходил большой стрим по МКД Тромодинамике, и такой же большой стрим скоро проведем по электродинамике, где будет прорежка всех качественных задач, и там как раз повторялась теория. Это максимально, друзья, полезный стрим, потому что они действительно дают прям офигенно вкусную, смачную пользу, как быстро подготовиться к качественным задачам. Значит, если мы, соответственно, попадаем в категорию, да, того, что мы что-то уже изучили, помните, вам нужно в любом случае освоить все пять разделов. Почему? Потому что, ну, не работает, допустим, да, сценарий подготовки в ЕГЭ по физике, я вот в этой теме разберусь хорошо, а вот это вообще не буду трогать, потому что мы не знаем, какие конкретно темы будут попадаться в каких-то конкретно номерах. У нас есть некоторый спектр этих тем, но что именно будет попадаться, мы не знаем. Это относится как к первой части, так в целом и ко второй части. Ну, то есть мы, допустим, по 24 номеру знаем, что там МКД трамодинамика, да, в 25-м электродинамика, в 26-м механика. Некоторые вот спрашивают, а может быть я не буду готовиться к 25-м номеру в электродинамике, а чисто вот сфокусируюсь на 24-м и 26-м. Проблема в том, что мы не знаем, какая задача в второй части будет простой, а какая сложная. То есть, например, 25-й может быть простой, 24-й может быть гробовой, а может быть наоборот. И будет очень обидно, если ты как бы не изучил раздел, да, и не смог справиться с халявной задачей, а при этом на гробовой задаче ты тоже завис, потому что, ну, она оказалась реальным гробом. Поэтому нам нужно обязательно изучить все разделы. Смотрите, какие разделы нужно изучать прямо детально. Это механика, МКД трамодинамика и электродинамика, потому что они у нас представлены как в первой части, так и во второй части. И если мы верим славам составителям ЕГЭ по физике, что в этом году у нас не будет квантов и механики, так, ну, квантов действительно во второй части не будет в соответствии с кодификатором, спецификацией. А вот оптика, как бы, ну, ее не должно быть вроде как именно по словам, да, составитель, то есть они сказали, что вот в 25-м номере оптики точно не будет, и в другом интервью другой составитель ЕГЭ по физике сказал, что во второй части в целом оптики не будет. Поэтому получается, что во второй части нас ждет именно механика, МКД электродинамика, Эти разделы ботаем прям вот основательно А оптику и кванты Можно как бы посмотреть, ну так, поверхностно Только для первой части Вот, друзья, основные советы, которые Я бы использовал сейчас при готовке к ЕГЭ То есть, во-первых, максимально фокусируемся На вариантах уровня ЕГЭ Нарешиваем первую часть, если вы делаете Кучу косяков, отрешиваем задачи Прошлых лет второй части, чтобы Именно они попались у вас на ЕГЭ Ну, потому что на самом деле, как минимум, допустим Ну, как минимум, одна задача из прошлых лет Точно вам попадется, я думаю А чаще всего происходит такая ситуация, что на самом деле Дают даже, может быть, две или три задачи прошлых лет Ну, там, одну какую-нибудь новенькую Поэтому, прорешав задачи прошлых лет Вы очень сильно увеличиваете свои шансы На получение хорошего, мощного балла Итак, еще раз, по ссылке в описании Ты можешь, на самом деле, забрать максимально Вот, дикую пользу для себя Там куча полезных файлов Кликай, а также подключайся на трехмесячный курс подготовки Во все тяжкие И ты получишь супер-дикую пользу Потому что ты можешь изучить и разделы Те, которые ты еще не успел изучить Так, ты можешь получить кучу вариантов первой части Ты можешь получить домашку с задачами всех прошлых лет С видеоразборами и решениями этих задач В общем, полная подготовка под ключ Плюс ко всему тебе Кураторы помогут составить индивидуальный план подготовки Учебные кураторы будут отвечать на твои вопросы И ты также разберешься с тем, как оформлять задачи второй части Кстати, точняк Я совсем забыл об этом сказать Где еще вы теряете баллы? В оформлении Если ты видишь, что ты теряешь очень много баллов во второй части Но при этом ты вроде как бы умеешь решать задачи И ты вроде решил задачу Это означает, что скорее всего ты теряешь баллы в оформлении Разберись с оформлением обязательно Поэтому, залетая на курс Тут ты получишь максимум вообще пользы Как раз потратив минимум времени Ссылка остается в описании И если хочешь получить мощную еще скидочку Напиши обязательно в сообщении группы Тебе расскажут про актуальный промокод Действующий сейчас На связи с тобой был Артем Витальевич Не забудь лайк, подписка И если этот ролик был действительно полезным Я тебе рассказал дельные советы То можешь также об этом написать в комментариях Пока Субтитры сделал DimaTorzok